В один из июньских дней 1941 года разлучилась дружная семья. Майор Мергенбаев, проводив жену и сына на вокзал, выехал на фронт. Медленно движется эшелон с эвакуирным. Он подолгу стоит на полустанках, переждая воздушный налет. За три дня пути Жамал и Серик отъехали совсем недалеко от пограничного городка. Рядом бушевала война. Они видели громадные пожарищи, слышали орудийную канонаду. Вражеские самолеты беспрерывно преследовали беженцев. Много вагонов из эшелона было разбито бомбами. Оставшиеся в живых людей прибирались другие вагоны, и эшелон медленно полз на восток. Многие были ранены. Жамал и Серик попали в один вагон женой комиссара полка Анны Ивановны Савченко. С нею был ее сын Борис, новый товарищ Серика. Женщины сдружились. Общее горе сблизило их. Жамал, сидя на нарах вместе с Сериком, грустными, задумчивыми глазами смотрел на Анну Ивановну. Они вспоминали своих мужей, которые теперь сражались с фашистами. Как-то они там. Живы ли? Женщины не падали духом, хотя их положение ухудшалось каждым часом. Гул орудий приближался. Над эшелоном то и дело проносились вражеские самолеты. Заслышав пальбу зенитных орудий, Анна Ивановна крепче прижимает к себе сына и тревожно смотрит в полуоткрытые двери вагона. На маленьком полустанке суетатся люди, кто выгружается из вагона, а кто, наоборот, стремится занять место в поезде. Эшелон стоит вот уже несколько часов подряд. Говорят, что впереди бомбами разрушен путь. В тревожном ожидании медленно тянется время. За окнами вагонов неожиданно звонко застрекотали пулеметы и ждет за этим послышался страшный рев самолета, идущего в пике. Опять налет. Снова рвутся бомбы, заглушая крик испуганных детей. Серик крепче прижимается к матери. По крышам вагонам стучат пули. Со звоном всыплются разбитые стекла. Самолеты заходят один за другим и сбрасывают на беззащитных людей свой смертоносный груз. «Быстрее выходите из вагонов!» — доносится чей-то встревоженный крик. Эшелон горит! И тут начинается что-то невообразимое. Матери хватают детей и с ужасом бегут из вагонов. Жамал подхватила Серика и кинулась за бегущими. Люди стремились по полю к небольшому леску, расположенному подалеку от полустанка. Эшелон горел. Ныряя в дым и пламя, над вагонами с ревом проносились самолеты, осыпая их градом пуль. Поле усеяно бегущими людьми. Жамал, задыхаясь, тащит за собой ошеломленного и испуганного сынишку. «Скорее, Серик Жан! Скорее!» — торопит она сына. «В лесу мы спасемся!» Серик бежит из последних сил. Часть самолета, оставив горящий и разгромленный эшелон, появляется над полем. И вот уже падают сраженными пулеметными очередями женщины и дети. Жамал спотыкается, и оба они Сериком летят в какую-то яму. Серик спрашивает Жамал. «Ты жив? Почему ты молчишь?» Оглушенным падением Серик не может вымолвить ни слова. Он со страхом смотрит побледневшее лицо матери. Глаза ее показались мальчику страшными. Они то и дело обращаются к дымному и грохочущему небу. «Я жив! Мама!» — кричит Серик. «Давай уйдем отсюда! Опять летят самолеты!» Жамал подымается, делает неуверенный шаг и неожиданно падает, широко раскидывая руки. «Мама!» — кричит Серик. «Мама!» — Жамал пытается подняться, но снова падает. И тут Серик замечает алое, быстро расплывающийся пидно на груди матери. Серик понял — мать ранена. Слезы полились по его щекам, а Жамал прижала руки к груди, словно пытаясь прикрыть ему рану. Тяжело застонала и затихла. Смерть настигла молодую женщину, а Серик стоял и никак не мог понять, что же ему делать. «Мама!» — твердил он. «Мама! Вставай!» Но мать не отвечает сыну, и мальчик охватывает страх. Он похож на привязанное ягненка в безлюдной степи. Став на колени у распростертого тела матери, Серик плакал на вздрыд, не отрывая глаз от неподвижного дорогого лица. Жамал не отзывалась на слезы сына. Не трогал ее теперь и страшно рев самолет, все еще носившись над пустевшим полем и маленьким лесом, где скрылись люди. Жамал была мертва. Серик просидел у тела матери несколько часов. Он был растерян, убит горем, неожиданно сходишься на его худенькие плечи. «Куда идти? Что теперь делать?» Серик задавал себе эти вопросы. И не мог найти на них ответа. Ему казалось, что он остался один на всем белом свете. Самолеты улетели. Черный дым от взрывов и догорающий на путях разбитого эшелона плывет над полями и стелится над верхушками деревьев. На экране леса приятелись Анна Ивановна и Борис. Их трудно узнать. Одежда разорвана. Лица и руки покрыты копотью. Борис молча оглядывал дымное и пустынное поле, покрытое рванными верхушками от авиабон. Вдруг его внимание привлекает фигурка согнувшегося мальчика. «Мама!» Говорит Борис. «Видишь, там кто-то сидит. Почему он не прячется в лесу? Его могут завить с самолетов и обстрелять». Анна Ивановна подняла голову и, еще не понимая, в чем дело, посмотрела, куда указывал сын. Сердце ее тревожно замерло, сжавшись с комочек. В воронке сидел мальчик. Кто-то знакомый был в его фигурке. «Неужели Серик?» «Мама!» — вскликнул вдруг Борис, решив сомнение матери. «Ведь это Серик! Я узнал его! Это он!» Тише, Боря! Анна Ивановна пристала с земли. «Кажется, это он! Но где же Жамал?» В голове Анны Ивановны принесла страшная мысль. Погибла. «Боря, побудь здесь, речетина!» — говорит она. «Я пойду и узнаю, что произошло!» Сын молча кивнул головой. Анна Ивановна торопливо пошла по развороченному полю. Когда она приблизилась к мальчику, Серик скачал на ноги и бросился к ней. Женщина обняла его и заплакала. Плакал истерик. «Не плачь, Серик!» — утешала Анна Ивановна. И, еще не беря в худшее, с надеждой спросила. «Где мама?» Серик не ответил, только показал глазами. Анна Ивановна поспешила туда, склонилась на тело убитой, потрогал ее уже холодные руки. Женщина вдруг растерялась. Она не хотела, не могла представить Жамал мертвая, смуглая, красивая, с длинными черными косами женщина, живая Жамал. Как много хорошего было в жизни совсем недавно, как часто Жамал весело смеялась. Три часа назад они сидели в одном вагоне, и вот ее нет. Серик молчал, лицо его словно окаменело. Вот мальчик склонился над матерью, огнял ее уже холоднейшее тело. Анна Ивановна не мешала ему, она думала о том, как предать тело Жамал земле, «Что делать с Сериком?» Ее тяжелые думы прорвал рокот Матонов. В западе снова шли самолеты. Анна Ивановна быстро сорвала с себя платок и накинула им в лицо Жамал. Затем она схватила мальчику за руку и потянула за собой. «Идем, Серик! Опять летят фашисты! Лесу нас ждет Боря! Бежим к нему!» Серик отрицательно покачал головой. Он не хотел уходить от матери. «Серик!» опять настолько повторила Анна Ивановна. «Идем скорее, ведь мы погибнем здесь!» Серик, не хотя, пошел за Анной Ивановной, поминутно оглядываясь назад. Над полем разворачивались самолеты, посыпались бомбы и все вновь заволокло черным зловещим дымом.